Судьба человека В эту недобрую пору бездорожья мне пришлось ехать в станицу Букановскую И расстояние небольшое, всего лишь около 60 километров Но одолеть их оказалось не так-то и просто Мы с товарищем выехали до восхода солнца Пара сытых лошадей, струну натягивали по стромке, еле тащили тяжелую бричку Колеса по самую ступицу проваливались в отсыревший, перемешанный со снегом и льдом песок И через час на лошадиных боках под тонкими ремнями шлеек уже показывались белые пышные хлопья мыла А в утреннем свежем воздухе остро и пьяняще запахло лошадиным потом и согретым щедро смазанным конской сбруи дегтем Там, где было особо трудно лошадям, мы слезали с брички, шли пешком Под сапогами хлюпал размокший снег Идти было тяжело, на побочинном дороге все еще держался хрустально поблескивающий на солнце ледок И там пробиться было еще труднее Только часов через шесть покрыли расстояние в 30 километров Подъехали к переправе через речку Иланку Небольшая местами пересыхающая летом речушка против хутора Маховского Заболоченной поросшей олехами пойми разлилась на целый километр Переправляться надо было на утлой плоскодонке, поднимавшей не больше трех человек Мы отпустили лошадей На той стороне, в колхозном сарае, нас ожидал старенький, видавший виды, виллис, оставленный там еще зимою Вдвоем с шофером мы без опасения сели в ветхую лочонку Товарищ с вещами остался на берегу Едва отчаляли, как из прогнившего днища в разных местах фонтанчиками забила вода Подручными средствами конопатили ненадежную посудину И вычерпывали из нее воду, пока не доехали Через час мы были на той стороне, Еланке Шофер пригнал из хутора машину, подошел к лодке и сказал, берясь за весло Если эта проклятая корыта не развалится на воде, часа через два приедем, раньше не ждите Хутор раскинулся далеко в стороне И возле причала стояла такая тишина, какая бывает в безлюдных местах только глухою осенью и в самом начале весны От воды тянуло сыростью, терпкой горечью гниющей ольхи А с дальних степей, тонущихся в сиреневой дымке тумана, легкий ветерок нес извечно юный, еле уловимый аромат, недавно освободившийся из-под снега земли Неподалеку, на прибрежном песке, лежал поваленный плетень Я присел на него, хотел закурить, но, сунув руку в правый карман ватной стеганки, к великому огорченанию, обнаружил, что пачка беломора совершенно размокла Во время переправы волна хлестнула через борт низко сидевшей лодки По пояс окатила меня мутной водой Тогда мне некогда было думать о папиросах Надо было, бросив весло, побыстрее вычерпывать воду, чтобы лодка не затонула А теперь, горько досадуя, на свою оплощность, я бережно излег из кармана раскисшую пачку Присел на корточки и стал по одной раскладывать на плетне влажные, побуревшие папиросы Был полдень Солнце светило горячо, как в мае Я надеялся, что папиросы скоро высохнут Солнце светило так горячо, что я уже пожалел о том, что надел в дорогу солдатские ватные штаны и стеганку Это был первый после зимы по-настоящему теплый день Хорошо было сидеть на плетне вот так, одному, целиком покорясь тишине и одиночеству И, сняв с головы старую солдатскую шанку, сушить на ветре мокрые после тяжелой гребли волосы Бездумно следить за проплывающими в блеклой синеве белыми грудастыми облаками Вскоре я увидел, как из крайних дворов хутора вышел на дорогу мужчина Он вел за руку маленького мальчика, судя по росту, лет пяти-шести, не больше Они устало обрели по направлению к переправе Но, поравнявшись с машиной, повернули ко мне Высокий, сутыловатый мужчина, подойдя вплотную, сказал приглушенным боском Здорово, браток, здравствуй Я пожал протянутую мне большую руку Мужчина поклонился к мальчику, сказал Поздоровайся с дядей, сынок, он, видать, такой же шофер, как и твой папа Только мы с тобой на грузовой ездили с папой, а он вот эту маленькую машину гоняет Глядя мне прямо в глаза, светлыми, как небо глазами, чуть-чуть улыбаясь Мальчик смело протянул мне розовую холодную ручонку Я легонько потряс ее, спросил Что же это у тебя, старик, рука такая холодная? На дворе-то теплынь, а ты мерзнешь С трогательной детской доверчивостью малыш прижался к моим коленям Удивленно приподнял белесые бровки Какой же я старик, дядя? Я вовсе мальчик, и я совсем не замерзаю, а руки холодные Снежки катал, потому что Сняв со спины тощий вещевой мешок, устало присаживаясь рядом со мною, отец сказал Беда мне с этим пассажиром, через него и я подбился Широко шагнешь, он уже на рысь переходит Вот и изволь к такому пехотинцу-то приноравливаться Там, где мне надо раз шагнуть, я три раза шагаю Так и идем с ним в раздробь, как конь с черепахой А тут ведь за ним глаз да глаз нужен Чуть отвернешься, а он уже по луже бредет Или линдинку отломит и сосет вместо конфеты Нет, не мужчинское это дело с такими вот пассажирами путешествовать Да еще походным порядком Он помолчал немного, потом спросил А ты что же, браток, свое начальство ждешь? Мне было неудобно разуверять его в том, что я не шофер И я ответил, приходится ждать С той стороны подъедут? Да Не знаю, скоро ли подойдет лодка Часа через два Порядком Ну что ж, пока отдохнем, спешить мне некуда И я иду мимо Гляжу Свой брат шофер загорает Дай, думаю, зайду, перекурим вместе Одному-то и курить, и помирать точно А ты богато живешь, папироски куришь Подмочил их, стало быть Ну, брат, табак моченый Что конь леченый, никуда не годится Давай-ка лучше моего крепачка закурим Он достал из кармана защитных летних штанов Свернутый в трубку малиновый шелковый потертый кесет Развернул его, и я успел прочитать Вышитую на уголке надпись Дорогому бойцу от ученицы шестого класса Лебянской средней школы Мы закурили крепчайшего самосада И долго молчали Я хотел было спросить, куда он идет с ребенком Какая нужда его гонит в такую распутицу Но он опередил меня вопросом Ты что же, всю войну за баранкой? Почти всю На фронте? Да Ну, и мне там пришлось, браток, хлебнуть Горе По ноздри и выше Он положил на колени большие темные руки Сгорбился Я сбоку взглянул на него И мне стало что-то не по себе Видали вы когда-нибудь глаза, словно присыпанные пеплом Наполненные такой неизбывной смертной тоской Что в них трудно смотреть Вот такие глаза были у моего случайного собеседника Выломав из плетни сухую хворостину Он с минуту молча водил ею по песку Вычерпывая какие-то замысловатые фигуры Рисую, а потом заговорил Иной раз не спишь ночью Глядишь в темноту пустыми глазами и думаешь За что же ты? Жизнь меня так покалечила За что так? Исказила? А? Казнила прямо Нету Мне ответа Не в темноте Не при ясном солнышке Нету и не дождусь И вдруг Похватился Ласково подталкивая сынишку Сказал Пойди, милок Поиграйся возле воды У большой воды Для ребятишек Всегда какая-нибудь добыча найдется Только гляди Ноги не промочи Еще когда мы в молчании курили Я украдкой Рассматривая цаи сынишку С удивлением отметил про себя одно Странное, на мой взгляд, обстоятельство Мальчик был одет просто Но добротно И в том, как сидела на нем Подбитая легкой Поношенной цигейкой Длиннополая курточка И в том, что Крохотные сапожки были сшиты С расчетом Надеть их на шерстяной носок И очень искусственный шов На разорванном когда-то рукаве Курточки Все выдавало женскую заботу Умелые материнские руки А отец выглядел иначе Прожженный в нескольких местах ватник Был небрежно и грубо заштопан Латка на выношенных защитных штанах Не пришита, как следует А скорее Нажигулина широкими мужскими стежками На нем было почти новые солдатские ботинки Но плотные шерстяные носки Изъедены молью Их не коснулась женская рука Еще тогда я подумал Или вдовец Или живет не в ладах с женою Но вот он Проводив глазами сынишку Глухо покашлял Снова заговорил И я весь превратился в слух Поначалу жизнь моя была обыкновенная Сам я вооруженец Воронежской губернии С 1900 года рождения В гражданскую войну Был в Красной армии В дивизии Киквидзе В голодные 22-й Подался на Кубань И шачить на кулаков Потом и уцелел А отец с матерью и сестренкой Дома померли от голода Остался один Родней шаром покати Нигде Никого Ни одной души Ну Через год вернулся с Кубани Хотенку продал Поехал в Воронеж Поначалу работал в плотницкой артели Потом пошел на завод Выучился на слесаре В скорости женился Жена воспитывалась в детском доме Сиротка Хорошая попалась мне девка Смирная, веселая, угодливая и умница Не мне чита Она с детства узнала Почем фунт лихо стоит Может это и сказалось на ее характере Со стороны глядеть Не так уж она была из себя видная Но ведь я-то не со стороны на нее глядел А в упор И не было для меня красивее и желание ее Не было на свете и не будет Придешь с работы усталый А иной раз и злой как черт Нет, на грубое слово она тебе не нагрубит в ответ Ласковая, тихая, не знает Где тебя усадить Бьется, чтобы и при малом достатке Сладкий кусок тебе сготовить Смотришь на нее и отходишь сердцем А спустя немного обнимешь ее, скажешь Прости меня, Иринка Нахамил я тебя, понимаешь Сработа у меня нынче не заладилась И опять у нас мир, и у меня покой на душе А ты знаешь, браток, что это означает для работы Утром я встаю, как встрепанный Иду на завод И любая работа у меня в руках кипит и спорится Вот что это значит Иметь умную жену-подругу Приходилось кое-когда после получки И выпивать с товарищами Кое-когда бывало и так, что идешь домой И такие кренделя ногами выписываешь Что со стороны, небось, глядеть страшно Тесна тебе улица, да и шабаш Не говоря уже про переулки Парень я был тогда здоровый, сильный Как дьявол Выпить мог много А до дома всегда добирался на своих ногах Но случалось и норост и так Что последний перегон шел на первой скорости То есть на четвереньках Однако же добирался И опять же, ни тебе упрека Ни крика, ни скандала Только посмеивается моя Оринка Да и то осторожно, чтобы я с пьяну не обиделся Разумеет меня и шепчет Ложись к стенке, Андрюша А то сонный упадешь с кровати Ну, я как кульсов сон Упаду И все проплывает перед глазами Только слышу сквозь сон Что она по голове меня тихонько гладит рукою И шепчет что-то ласковое Жалеет, значит Утром она меня часа за два до работы На ноги подымет Чтобы я размялся Знает, что на похмелье я ничего есть не буду Ну, достанет огурец соленый Или еще что-нибудь По легкости Нальет граненый стаканчик водки Похмелись, Андрюша Только больше не надо, мой милый Разве же можно не оправдать такого доверия Выпью Поблагодарю ее без слов одними глазами Поцелую И пошел на работу, как миленький А скажи она мне Хмельному Слово поперек Крикни или обругайся И я бы как бог свят И на второй день напился Так бывает в иных семьях Где жена дура Несмотря Насмотрелся я на таких шалав Знаю В скорости дети у нас пошли Сначала сынишка родился Через год еще две дочки Тут я от товарищей откололся Всю получку домой несу Семья стала числом порядочная Не до выпивки Выходной кружку пива выпью И на этом ставлю точку В двадцать девятом году Завлекли меня машины Изучил автодело Сел за баранку на грузовой Потом втянулся и уже Не захотел возвращаться на завод За рулем показалось мне веселее Так и прожил десять лет И не заметил, как они прошли Прошли они как будто во сне Да что десять? Спросил любого пожилого человека Приметил он, как жизнь прожил Ни черта он не приметил Прошлое Вот как-то дальняя степь в дымке Утром я шел по ней Все было ясно кругом А отшагал двадцать километров И вот уже затянула степь дымка И отсюда уже не отличишь Лес от бурьяна Пашню от травокоса Работал я эти десять лет И день, и ночь Зарабатывал хорошо И жили мы не хуже людей И дети радовали Все трое учились на отлично А старшенький Анатолий Оказался таким способным к математике Что про него даже в центральной газете писали Откуда у него проявился такой огромный талант К этой науке Я и сам браток не знаю Только очень мне это было лестно И гордился я им Страсть как гордился За десять лет скопили мы немного денег И перед войной поставили себе дом С двумя комнатами С кладовкой и коридорчиком Ирина купила двух кос Чего еще больше надо Дети кашу едят С молоком крыша над головой есть Одеты и обуты Стало быть все в порядке Только построили Неловко Отвели мне участок в шесть соток Неподалеку от авиазавода Будь моя хибарка в другом месте Может и жизнь сложилась бы иначе А тут вот она Война На второй день повестка из военкомата А на третий Пожалуйста в эшелон Провожали меня все четверо моих Ирина Анатолий И дочери Настенька И Олюшка Все ребята держались молодцом Ну У дочерей не без того Посверкивали слезинки Анатолий только плечами подергивал Как от холода Ему к тому времени уже семнадцатый год шел А Ирина моя Такой я ее За все семнадцать лет нашей совместной жизни Ни разу и не видел Ночью у меня на плече и на груди Рубаха от слез не просыхала И утром такая же история Пришли на вокзал А я на нее от жалости глядеть не могу Губы от слез распухли Волосы из-под платка выбились И глаза мутные Несмысленные Как у тронутого у ума человека Командиры объявляют посадку А она упала мне на грудь Руки на моей шее сцепила И вся дрожит Будто подрубленное дерево И детишки ее уговаривают И я Ничего не помогает Другие женщины с мужьями Сыновьями разговаривают А моя прижалась ко мне Как лист к ветке И только вся дрожит А слова вымолвить не может Я и говорю ей Возьми же себя в руки Милая моя Иринка Скажи мне хоть одно слово На прощание Она и говорит И за каждым словом Скрипывает Родненький мой Андрюша Не увидимся мы с тобой Больше на этом свете Тут у самого от жалости К ней сердце на части Разрывается А тут она с такими словами Должна бы понимать Что мне тоже нелегко С ними расставаться Не к тещи на блины Собрался Зло меня тут взяло Силой разнял ее руки И легонько Толкнул в плечи Толкнул вроде легонько А сила-то у меня Хо-хо Была бычья Дурачья Она попятилась Шага три Стукнула назад И опять ко мне идет Мелкими шагами Руки протягивает А я кричу ей Да разве же так Прощаются Что ты меня Раньше времени Заживо хоронишь Ну Опять обняла ее Она меня Вижу Что она не в себе Он На полусловии Резко оборвал рассказ И в наступившей тишине Я услышал Как у него Что-то Клокочет И булькает В горле Чужое волнение Передалось и мне Искоса Сглянул я На рассказчика Но ни единой Слезинки Не увидел В его Словно бы Мертвых Потухших глазах Он сидел Понуро Склонив голову Только большие Безвольно Опущенные руки Мелко дрожали Дрожал подбородок Дрожали твердые губы Не надо друг Не вспоминай Тихо проговорил я Но он Наверное Не слышал Не надо друг Не вспоминай Повторил ты Еще раз Тихо проговорил он Наверное Не слышал Моих слов И каким-то Огромным усилием Волей поваров Волнения Вдруг сказал Охрипшим Странно Изменившимся Голосом До самой смерти До последнего Моего часа Помирать буду А не прощу себе Что тогда Ее оттолкнул Он снова И надолго Замолчал Пытался Свернуть Папиросу Но газетная Бумага Рвалась Табак Сыпался на колени Наконец Он все же Кое-как Сделал Крученку Несколько раз Жадно Затянулся А Ирина Прижала руки К груди Губы белые Как мел Что-то она Или шепчет Смотрит на меня Не сморгнет А сама Вся Вперед клонится Будто Хочет Шагнуть Против сильного Ветра Такой она В памяти Мне на всю жизнь Осталась Руки Прижатые К груди Белые губы И широко Раскрытые глаза Полные Слез По большей части Такой я ее И во сне Всегда вижу Зачем я ее Тогда Оттолкнул Сердце До сих пор Как вспомню Будто Тупым ножом Режут Формировали Нас Под белой церквью На Украине Да Дали мне ЗИС-105 На нем И поехал На фронт Ну Про войну Тебе нечего Рассказывать Сам видел И знаешь Как оно было Поначалу От своих Письма Получал Часто Письма А сам Крылатки Посылал Редко Бывало Напишешь Что мол Все в порядке Помаленьку Воюем И хотя Сейчас Отступаем Но скоро Соберемся С силами И тогда Дадим Фрицам Прикурить А что еще Можно было Писать Тошное Время Было Не до писания Было Да и признаться И сам я Не охотник Был на Жалобных Струнах Играть И терпеть Не мог Этаких Слюнявых Какие Каждый день К делу И не к делу Женам И милахам Писали Сопли По бумаге Размазывали Трудно Дескать Ему Тяжело Мол Того и гляди Убьют И вот он Сука В штанах Жалуется Сочувствия Ищет Слюнявится А того Не хочет Понять Что этим Разнесчастным Бобенком Детишкам Несла Женашего В тылу Вся держава На них Оперлась Какие же Это Плечи Нашим Женщинам И детишкам Надо было Иметь Чтобы Под такой Тяжестью Не согнуться А вот Не согнулись Выстояли А такой Хлюст Мокрая Душонка Напишет Жалостное Письмо И трудящую Женщину Как Рюхой Под ноги Она После этого Письма Горемыка И руки Опустит И работа Ей Не в работу Нет На то И ты Мужчина На то Ты и солдат Чтобы Все Вытерпеть Все Снести Если К этому Нужда Позвала А если К тебе В тебе Бабьи Закваски Больше Чем Мужской То надевай Юбку И Со сборками Чтобы Свой Тощий Зад Прикрыть Попышнее Чтобы Хоть Сзади На бабу Был Похож И Ступай Свеклу Полоть Или Коров Доить А на фронте Ты Такой Не нужен Там И без Тебя Вони Много Много Не Пришлось Мне И Года Повоевать Два Раза За Это Время Был Ранен Но Оба Раза По Легкости Один Раз В мякоть Руки Другой В ногу Первый Раз Пулей Самолета Другой Осколком Снаряда Дырявил Немец Мою Машину И Сверху И Сбоков Но Мне Браток Везло На первых Порах Везло Везло Да И Довезло До самой Ручки Попал Я В плен Под Лозовенками В мае Сорок Второго При таком Неловком Случае Немец Тогда Здорово Наступал И Оказалась Одна Наша Сто Двадцати Двух Миллиметровая Гаубничная Батарея Почти без Снарядов Нагрузили Мою машину Снарядами По самую Завязку И Сам Я На Погрузке Работал Так Что Гимнастерка Моя К лопаткам Прикипала Надо Было Сильно Спешить Потому Что Бой Приближался К нам Слева Чьи-то Танки Гремят Справа Стрельба Идет Впереди Стрельба И Уже Начало Попахивать Жареным Командир Нашей Автороты Спрашивает Проскочишь Соколов А тут И спрашивать Нечего-то Было Там Товарищи Мои Может Погибают А я Тут Чухаться Буду Какой Разговор Отвечаю Ему Я Должен Проскочить И Баста Ну Говорит Дуй Жми На Всю Железку Я И Подул В жизни Так Не Ездил Как На Тот Раз Знал Что Не Картошку Везу Что С Этим Грузом Осторожность Везде Нужна Но Какая Же Тут Может Быть Осторожность Когда Там Ребята С Пустыми Руками Воюют Когда Дорога Вся Насквозь Ортогнем Простреливается Пробежал Километров Шесть Скоро Мне Уже На Проселок Сворачивать Чтобы Пробраться К балке Где Батарея Стояла А Тут Гляжу Мачесная Пехотка Наша И справа И слева От Грейдера По чистому Полю Сыплет И уже Мины Рвутся По их Порядкам Что Мне Делать Не Поворачивать Же Назад Давлю Во всю И до батареи Остался Какой-нибудь Километр Уже Свернул Я На Проселок А Добраться До своих Мне Браток Не Пришлось Видно Из Дальнебойного Тяжелый Положил Он Прямо Возле Машины Не Слыхал Я Ни Разрыва Ничего Только в голове будто что-то лопнуло И больше ничего не помню Как остался я живой тогда Не понимаю И сколько времени пролежал Метрах восьми от кювета Не соображу Очнулся А встать на ноги не могу Голова у меня дергается Всего трясет Будто в лихорадке В глазах темень В левой плече что-то скрипит И похрустывает И боль Во всем теле такая Как скажи Меня двое суток Подряд били Чем попадя Долго я по земле На животе Елозил Елозил Но кое-как устал Однако Опять же Ничего не пойму Где я Что со мной Стряслось Не знаю Память-то мне Начисто отшибло А обратно лечь боюсь Боюсь Что ляжу И больше не встану Помру Стою и качаюсь Из стороны в сторону Как тополю в бурю Когда пришел в себя Опомнился И огляделся Как следует Сердце будто Кто-то Плоскогубцами жал Кругом снаряды валяются Какие я вез Неподалеку моя машина Вся в клочья побитая Лежит вверх колесами А бой-то Бой-то Уже сзади меня идет Это как? Нечего греха таить Вот тут-то у меня Ноги сами собой Подкосились И я упал Как срезанный Потому что понял Что я В плену фашистов В плену Вот как оно На войне бывает Ох, браток Нелегко это дело Понять Что ты Не по своей воле В плену Кто этого На своей шкуре Не испытал Тому не сразу В душу Въедешь Чтобы до него По-человечески Не дошло Что означает Эта самая штука Ну вот Стало быть Лежу я И слышу Танки гремят Четыре немецких Средних танка На полном газу Прошли мимо меня Туда Откуда я Со снарядами Выехал Каково это было Переживать Потом тягачи С пушками Потянулись Полевая кухня Проехала Потом пехота Пошла Не густо Так Не больше Одной битой роты Погляжу Погляжу На них Краем глаза И опять Прижмусь Щекой к земле Глаза закрою Тошно мне На них глядеть И на сердце Моем Тошно Думал Все прошли Приподнял голову А их Шесть автоматчиков Вот они Шагают В метрах В ста от меня Гляжу Сворачивают С дороги И прямо Ко мне Идут Молчаком Вот думаю И смерть моя На подходе Я сел Неохота Лежа помирать Потом встал Один из них Не доходя Шагов Нескольких Плечом дернул Автомат Снял И вот Как потешно Человек устроен Никакой паники Ни сердечной Робости В эту минуту У меня не было Только гляжу На него И думаю Сейчас даст Он по мне Короткую очередь А куда будет бить В голову Или поперек груди Как будто мне Это Не один черт Какое место Он в моем теле Прострочит Молодой парень Собою Ладный такой Чернявый А губы тонкие В нитку И глаза С прищуром Этот убьет И не задумается Соображаю Про себя Так она и есть Скинул автомат Я ему Прямо в глаза Гляжу Молчу А другой Ефрейтор Что ли По старше Его возрастом Можно сказать Пожилой Что-то крикнул Отодвинул Его в сторону Подошел ко мне Лопочет по-своему И правую руку мою В локте сгибает Мускул значит Щупает Попробовал И говорит Оооо И показывает На дорогу На заход солнца Топай Мол Рабочая скотинка Трудится на наш райх Хозяином Оказался Сукин сын Но чернявый Присмотрелся На мои сапоги Они у меня С виду были Добрые Показывает рукой Сымай Сел я на землю Снял сапоги Подаю ему Он их Из рук у меня Прямотой Выхватил Размотал я Портянки Протягиваю ему А сам Гляжу на него Снизу вверх Но он заорал Заругался По-своему И опять За автомат Хватается Остальные ржут С тем По-мирному И отошли Только этот чернявый Пока дошел До дороги Раза три Оглядывался на меня Глазами Сверкает Как волочонок Злится А чего Будто я С него Сапоги снял А не он С меня Что ж Браток Деваться Мне было некуда Вышел я на дорогу Выругался Страшным Кучерявым Воронежским Матом И зашагал На запад Плен А ходок Тогда из меня Был никудышный В час По километру Не больше Ты хочешь Вперед шагнуть А тебя Из стороны В сторону Качает Возит По дороге Как пьяного Прошел Под руки А когда Я очухался Один из них Шепчет Боже Тебя Упаси Падать Иди Из последних сил Они то Убьют И я Из последних сил Но Пошел Как только Солнце Село Немцы Усилили Конвой На грузовой Подкинули Еще человек Двадцать Автоматчиков Погнали Нас Ускоренным Маршем Сильно Раненые Наши Не могли Поспевать За остальными И их Пристреливали Прямо На дороге Двое Попытались Бежать А того Не учли Что в лунную Ночь Тебя в чистом Поле Черт Насколько Это Видно Ну Конечно И этих Постреляли В полночь Пришли мы В какое-то Полусожженное Село Ночевать Загнали Нас В церковь С разбитым Куполом На каменном Полу Ни клочка Соломы А все Мы без Шинелей В одних Гимнастерках И штанах Так что Постелить И разу Нечего Кое На ком Даже И гимнастерок Не было Одни Бязевые Исподние Рубашки В большинстве Это были Младшие Командиры Гимнастерки Они Посымали Чтобы Их От рядовых Нельзя Было Отличить И еще Артиллерийская Прислуга Была Без Гимнастерок Как Как работали Возле Орудий Так В плен И попали Раздетые Ночью Полил Такой Сильный Дождь Что Все Мы Промокли Насквозь Тут Купол Снесло Тяжелым Снарядом Или Бомбой Самолета Тяжелым В плече Прощупывать Аж Красные Искры У меня Из Глаз Посыпались Опомнился Я И Спрашиваю Да Ты Что Делаешь Фашист Несчастный У Меня Рука Вдребезги Разбитая А Ты Ее Так Рванул Слышу Он Засмеялся Потихоньку И Говорит Думал Что Ты Меня Ударишь Справой Но Ты Оказывается Смирный Парень А рука У тебя Не Разбита А Выбита Была Вот Я Ее На Место И Поставил Но Как Теперь Полегче Тебе И В самом Деле Чувствую По себе Что Боль Куда То Уходит Поблагодарил Я его Душевно И Он Дальше Пошел В темноте Потихоньку Спрашивает Раненые Есть Вот Что Значит Настоящий Доктор Он И В плену И В потемках Своё Великое Дело Делал Беспокоенная Это Была Ночь До Ветру Не Пускали Об Этом Старший Конвоя Предупредил Еще Когда Попарно Загоняли Нас Церковь И Как На Грех Приспичило Одному Богомольному Из наших Выйти По Нужде Крепился Крепился Он А Потом Заплакал Не Могу Говорит Осквернять Святой Храм Я Же Верующий Я Христианин Что Мне Делать Братцы А Наши Знаешь Какой Народ Одни Смеются Другие Ругаются Третьи Всякие Шуточки Ему Дают Развеселил Он Всех Нас А Кончилась Эта Конитель Очень Даже Плохо Начал Он Стучать В Дверь И Просить Чтобы Его Выпустили Ну И Допросился Дал Фашист Через Дверь Во Всю Ее Ширину Длинную Очередь И Богомольца Этого Убил И Еще Трех Человек А Одного Тяжело Ранил К утру Он Скончался Убитых Сложили Мы В Одно Место Присели Все Притихли И Призадумались Начало То Не Очень Веселое А Немного Погодя Заговорили В пол Голоса Зашептались Кто Откуда Какой Области Как В плен Попал В темноте Товарищи Из одного Взвода Или Знакомцы Из одной Роты Порастерялись Начали Один Одного Потихоньку Кликать И Слышая Рядом С собой Такой Тихий Разговор Один Говорит Если Завтра Перед тем Как Гнать Нас Дальше Нас Выстроят И будут Выкликать Комиссаров Коммунистов И евреев То ты Заводный Не прячься Из этого Дела У тебя Ничего Не выйдет Ты думаешь Если Гимнастерку Снял Так Зарядового Сойдешь Не выйдет Я за тебя Отвечать Не намерен Я первый Укажу На тебя Я же Знаю Что ты Коммунист И меня Агитировал Вступать В партию Вот и отвечай За свои дела Это Говорит Ближний Ко мне Какой рядом Со мной Сидит Свева А с другой Стороны От него Чей-то Молодой Голос Отвечает Я всегда Подозревал Что ты Крыжнев Нехороший Человек Особенно Когда ты Отказался Вступать В партию Ссылаясь На свою Неграмотность Но никогда Я не думал Что ты Сможешь Стать Предателем Ведь ты Ж Окончил Семилетку Тот Лениво Так Отвечает Своему Взводному Ну Окончил И что Из того Долго Они молчали Потом По голосу Взводный Тихо Так Говорит Не выдавай Меня Товарищ Крыжнев А тот Засмеялся Тихонько Товарищи Говорит Остались За линией Фронта А я тебе Не товарищ И ты Меня не проси Все равно Укажу На тебя Своя Рубашка Ближе К телу Замолчали Они А меня Озноб Колотит От такой Подключки А Подлючности Нет Думаю Не дам Я тебе Сущему Сыну Выдать Своего Командира Ты у меня Из этой Церкви Не выйдешь А Вытянуть Тебя Как Падлу За ноги Чуть Чуть Развело Вижу Рядом Со мной Лежит На спине Мордатый Парень Руки За голову Закину А около Него Сидит В одной Из подней Рубашки Колени Обнял Худенький Такой Курносенький Парнишка И очень Собою Бледный Ну Думаю Не справится Этот парнишка С таким Толстым Мерином Придется Мне его Кончать Тронул я Его рукой Спрашиваю Шепотом Ты взводный? Он ничего Не ответил Только головою Кивнул Этот Хочет тебя Выдать Показываю Я на лежащего Парня Он Обратно Головою Кивнул Ну Говорю Держи ему Ноги Чтоб не Брыкался Да поживей А сам Упал На этого Парня И Замерли Мои пальцы У него На глотке Он и крикнуть Не успел Поддержал Его под собой Минут Несколько Приподнялся Он Готов Предатель И язык Вбок Для того Мне стало Нехорошо После этого И страшно Захотелось Руки Помыть Будто я Не человека А какого-то Гада Ползучего Душил Первый раз В жизни Убил Я Своего Да какой же Он свой Он же Худее Чужого Предателя Встал И говорю Взводному Пойдем Отсюда Товарищ Церковь Велика Как Как и говорил Крыжнев Утром Всех Нас Выстроили Возле Церкви Оцепили Автоматчики И трое ССовских Офицеров Начали Отбирать Вредных Им Людей Спросили Кто Коммунисты Командиры Комиссары Но Таковых Не оказалось Не оказалось И сволочи Какая могла бы Выдать Потому что И коммунистов Среди нас Было чуть не половина И командиры Были И Само собой И комиссары Тоже Были Только Четверых И взяли Из двухсот С лишним Человек Одного Еврея И трех Русских Рядовых Русские Попали В беду Потому что Все трое Были Чернявые И С кучерявинкой В волосах Вот Подходит Такому Спрашивать Иоды Он говорит Что русские Но его И слушать Не хотят Выходи И все Расстреляли Этих Бедолаг А нас Погнали Дальше Взводный С каким Мы предателем Придушили До самой Познани Возле меня Держался И в первый День Нет Нет Да и Пожмет Мне руку В Познани Нас разлучили По одной Такой причине Видишь Какое дело Браток Еще с первого Дня Задумал я Уходить К своим Но уходить Хотел Наверняка До самой Познани Где разместили Нас В настоящем Лагере Ни разу Не предоставился Мне подходящий Случай А в познанском Лагере Вроде Такой Случай Нашелся В конце Мая Послали Нас В лесок Возле Лагере Рыть Могилы Для наших Умерших Много Силы Я залег Меня Всего Всего В крови Привезли В лагерь Месяц Отсидел В карцеве За побег Но все-таки Живой Живой Я остался Тяжело Мне Браток Вспоминать А еще Тяжелее Рассказывать О том Что довелось Пережить Плену Как вспомнишь Нелюдские Муки Какие Пришлось Мне Принести Там В лагере Как вспомнишь Всех друзей Товарищей Какие Погибли Замученные Там В лагерях Сердце Уже В груди А в глотке Бьется И трудно Становится Дышать Куда Меня Только Не гоняли За два года Плена Половину Германии Объехал За это Время А в Саксонии Был На силикатном Заводе Работал И в Рурской Области На шахте Уголек Откатывал И в Баварии На земляных Работах Горб Нажимал И Тюрингии Бывал И черти Где только Не пришлось На немецкой Земле Походить Природа Везде Там Браток Разная Но Стреляли И били Нашего брата Везде Одинаково А били Богом Проклятые Гады И паразиты Так Как у нас С роду Руками били И ногами Топтали И резиновые Палки И всяческим Железом Какое Под руку Попадется Не говоря уже Про винтовочные Приклады И прочее Дерьмо Били за то Что ты Русский За то Что на белый Свет Еще смотришь За то Что на них Сволочей Работаешь Били за то Что не так Взглянешь Не так Ступнешь Не так Повернешься Били запросто Для того Чтобы когда-нибудь Да убить До смерти Чтоб захлебнулся Своей последней Кровью И подох От побоев Печей то Наверное На всех нас Не хватало В Германии И кормили Везде Как есть Одинаково Полтора Сто грамм Эрц хлеба Пополам С опилками И жидкая Баланда Из брюквы Кипяток Где давали А где и нет Да что там Говорить Суди сам До войны Вестил я 86 килограмм А кости Тянуло Не больше Пятидесяти Одна кожа Осталась На костях Да и кости Свои Носить было Не под силу А работу Давай И слова Не скажи Да Такую работу Что ломовой Лошади И то Не в пору В начале Сентября Из лагеря Под городом Кюстроном Перебросили нас 142 человека Советских Военнопленных В лагерь Б-14 Неподалеку От Дрездена К тому времени В этом лагере Было около Двух тысяч наших Все работали На каменном Карьере Вручную Долбили Резали Крошили Немецкий камень Норма 4 кубометра В день Заметь На такую душу Какая и без того Чуть-чуть На одной ниточке В теле держалась Тут и началось Через два месяца От 142 человек Нашего эшелона Осталось нас 57 Это как Браток Лихо Тут Своих не успеваешь Хоронить А тут Слух по лагерю идет Будто немцы Уже Сталинград взяли И прут дальше На Сибирь Одно горе К другому Да так гнут Что глаз От земли Не подымаешь Вроде И ты туда В чужую Немецкую землю Просишься А лагерная охрана Каждый день пьет Песни горланят Радуются И ликуют И вот как-то Кинул Кинул на нара И говорю И волосы Своей Сказать Своей Сворой Солдат СС Устраивал. Завтра второму. И так далее. Аккуратно был гад. Без выходных работал. Только одного он, дурак, не мог сообразить. Перед тем, как идти ему руки прикладывать, он, чтобы распалить себя, минут десять перед строем ругался. Он матерился почем зря. А нам от этого легче становится. Вроде слова-то наши, природные, вроде ветерком с родной стороны подует. Знал бы он, что его ругань нам одно удовольствие доставляет. Уж он по-русски не ругался бы, а только на своем языке. Лишь один мой приятель, москвич, злился на него страшно. Когда он ругается, говорит, я глаза закрою, и вроде в Москве, на зацепе, в пивной сижу. И для того мне пива захочется, что даже голова закружится. Так вот, этот самый комендант на другой день после того, как я про кубометры сказал, вызывает меня. Вечером приходит в барак переводчик и с ним два охранника. Кто Соколов Андрей? Я отозвался. Марш за нами. Тебя сам герр Лагенфюрер требует. Понятно, зачем требует. Нараспыл. Попрощался я с товарищами. Все они знали, что на смерть иду. Вдохнул и пошел. Иду по лагерному двору, на звезды поглядываю. Прощаюсь и с ними. Думаю, вот и отмучился ты, Андрей Соколов. А по лагерному номер 331. Что-то жалко стало Иринку, детишек. А потом, жаль, это утихло. И стал я собираться с духом, чтобы глянуть в дырку пистолета. Бесстрашно. Так и подобает, как подобает солдату. Чтобы враги не увидели в последнюю мою минуту, что мне с жизнью расставаться все-таки трудно. В комендантской цветы на окнах, чистенько, как у нас в хорошем клубе. За столом все лагерное начальство. Пять человек сидят, шнапс глушат и салом закусывают. На столе у них початая здоровенная бутыль со шнапсом. Хлеб, сало, моченые яблоки, открытые банки с разными консервами. Мигом оглядел я всю эту жратву. И, не поверишь, так меня замутило, что за малым не вырвался. Я же голодный, как волк, отвык от человеческой пищи. А тут столько добра перед тобою. Кое-как задавил тошноту, но глаза оторвал от стола через великую свою силу. Прямо передо мною сидит полупьяный Мюллер. Пистолетом играется, перекидывает его из руки в руки, а сам смотрит на меня и не моргнет, как змея. Ну? Я руки по швам, стоптанными каблуками щелкнул, громко так докладываю. Военнопленный Андрей Соколов, по вашему приказанию, геркомендант, явился. Он и спрашивает меня. Так что ж, русский Иван, четыре кубометра выработки – это много? Так точно, говорю, геркомендант, много. А одного тебе на могилу хватит? Так точно, геркомендант, вполне хватит и даже останется. Он встал и говорит. Я окажу тебе великую честь. Сейчас лично расстреляю тебя за эти слова. Здесь неудобно. Пойдем во двор. Там ты и распишешься. Воля ваша, говорю ему. Он постоял, подумал. А потом кинул пистолет на стол и наливает полный стакан шнапса. Кусочек хлеба взял. Положил на него ломтик сала. И все это подает мне и говорит. Перед смертью выпей, русский Иван, за победу немецкого оружия. Я было из его рук и стакан взял, и закуску. Но как только услыхал эти слова, меня будто огнем обожгло. Думаю про себя. Чтобы я, русский солдат, достал пить за победу немецкого оружия. А кое-чего ты не хочешь, геркомендант? Один черт мне умирать. Так провались ты пропадом со своей водкой. Поставил я стакан на стол, закуску положил и говорю. Благодарствую за угощение. Но я не пьющий. Он улыбается. Не хочешь пить за нашу победу? В таком случае выпей за свою погибель. А что мне было терять? За свою погибель и избавление от мук я выпью, говорю ему. С тем взял стакан и в два глотка вылил его в себя, а закуску не тронул. Вежливонько вытер губы ладонью и говорю. Благодарствую за угощение. Я готов, геркомендант. Пойдемте, распишите меня. Но он смотрит внимательно, так и говорит. Ты хоть закуси перед смертью-то. Я ему на это отвечаю. Я после первого стакана не закусываю. Наливает он второй. Подает мне. Выпил я и второй. И опять же закуску не трогаю. На отвагу бью, думаю. Хоть напьюсь перед тем, как во двор идти и с жизнью расставаться. Высоко поднял комендант свои белые брови. Спрашивает. Что же не закусываешь, русый ван? Не стесняйся. Я ему свое. Извините, геркомендант. Я и после второго стакана не привык закусывать. Надул он щеки. Фыркнул. А потом как захохочет. И сквозь смех что-то быстро говорит по-немецки. Видно, переводят мои слова друзья. Те тоже рассмеялись, стульями задвигали, поворачиваются ко мне мордами и уже замечаю, как-то иначе на меня поглядывают. Вроде помягче. Наливает мне комендант третий стакан. А у самого руки трясутся от смеха. Этот стакан я выпил в растяжку. Откусил маленький кусочек хлеба. Остаток положил на стол. Захотелось мне им, проклятым, показать, что хотя я из голоду пропадаю, но давиться ихней подачкой не собираюсь. Что у меня есть свое русское достоинство. И гордость. И что в скотину они меня не превратили. Как не старались. После этого комендант стал серьезный. С виду поправила себя на груди два железных креста. Вышел из-за стола безоружной и говорит. Вот что, Соколов, ты настоящий русский солдат. Ты храбрый солдат. Я тоже солдат. И уважаю достойных противников. Стрелять я тебя не буду. К тому же сегодня наши доблестные войска вышли к Волге и целиком овладели Сталинградом. Это для нас большая радость. А поэтому я великодушно дарю тебе жизнь. Ступай в свой блок. А это тебе за смелость. И подает мне со стола небольшую буханку хлеба и кусок сала. Прижал я хлеб к себе и за всей силы сало в левой руке держу и для того растерялся от такого неожиданного поворота. Что и спасибо не сказал. Сделал налево кругом. Иду к выходу. А сам думаю, засветит он мне сейчас промеж лопаток и не донесу ребятам этих харчей. Нет. Обошлось. И на этот раз смерть мимо меня прошла. Только холодком от нее потянуло. Вышел я из комендантской на твердых ногах. А во дворе-то меня развезло. Валился в барак и упал на цементный пол без памяти. Разбудили меня наши еще в потемках. Рассказывай. Ну, я и припомнил, что было в комендантской. Рассказал им, как будем харчи делить, спрашивает мой сосед по нарам. А у самого голос дрожит. Всем поровну, говорю ему. Дождались рассвета. Хлеб и сало резали суровой ниткой. Досталось каждому хлеба по кусочку со спичечную коробочку. Каждую крошку брали на учет. Ну, а сало, сам понимаешь, только губы помазать. Однако, поделили без обиды. В скорости перебросили нас, человек 300 самых крепких, на осушку болот. Потом в Рурскую область, на шахты. Там и пробыл я до 44-го года. К этому времени наши уже своротили Германию с кулу на бок. И фашисты перестали пленными брезговать. Как-то выстроили нас всю дневную смену. И какой-то приезжий обер-лейтенант говорит через переводчика. Кто служил в армии или до войны работал шофером. Шаг вперед. Шагнуло нас семь. Бывших водителей. Дали нам поношенную спецовку. Направили под конвоем в город Подздам. Приехали туда и растрясли нас всех врозь. Меня определили работать в Тоддде. Была у немцев такая шарашкина контора по строительству дорог и оборонительных сооружений. Возил я на Опель-адмирале немца-инженера в чине майора армии. Ох, и толстый же был фашиста. Маленький, пузатый. Что в ширину, что в длину одинаковый. И в заду плечистый, как справная баба. Спереди у него над воротником мундира три подбородка висят. И позади на шее три толстых складки. На нем, я так определял, не менее трех пудов. Чистого жиру только было. Ходит, пыхтит, как паровоз. А жрать сядет. Только держись. Целый день бывало. Жует до коньяк из фляжки, потягивает. Кое-когда и мне от него перепадало. В дороге остановится, колбасы нарежет, сыру закусывает и выпивает. Когда в добром духе, и мне кусок кинет, как собаки. В руки никогда не давал. Нет, считал это для себя низкое унижение. Но как бы то ни было, а с лагерем же не сравнить. И понемногу стал я запохаживаться на человека. Помалу, но стал поправляться. Недели две возил я своего майора из Потсдама в Берлин и обратно. А потом послали его в прифронтовую полосу на строительство оборонительных рубежей против наших. И тут я спать окончательно разучился. Ночью напролет думал, как бы мне к своим на родину бежать. Приехали мы в город Полоцк. На заре услыхал я в первый раз за два года, как громыхает наша артиллерия. И знаешь, браток, как сердце-то забилось. Холостой еще ходил к Ирине на свидание. И то оно не так стучало. Боишь ли восточнее Полоцка? Уже километрах восемнадцати. Немцы в городе злые стали, нервные. А толстяк мой все чаще стал напиваться. Днем за городом с ним ездим. И он распоряжается, как укрепление строить. А ночью в одиночку пьет. Опух весь. Под глазами мешки повисли. Ну, думаю, ждать больше нечего. Пришел мой час. И надо не одному мне бежать, а прихватить с собою и моего толстяка. Он нашим еще сгодится. Нашел в развалинах двухкилограммовую гирьку. Обмотал ее тряпьем на случай, если придется ударить, чтобы крови не было. Кусок телефонного провода поднял на дороге. Все, что мне надо было, усердно приготовил. Схоронил под сидением передним. За два дня перед тем, как распрощался с немцами. Вечером еду с заправки. Еду. Вижу. Идет пьяный. Как грязь немецкий унтер. За стенку руками держится. Остановил я машину. Завел его в развалины. И вытряхнул из мундира пилотку. С головы тоже снял. Все это имущество тоже под сиденье сунул. И был таков. Утром 29 июня приказывает мой майор везти его за город в направлении тростницы. Там он руководил постройкой укреплений. Выехали. Майор на заднем сиденье спокойно дремлет. А у меня сердце в груди чуть не выскакивает. Ехал я быстро. Но за городом сбавил газ. Потом остановил машину, вылез, огляделся. Далеко сзади две грузовые тянутся машины. Достал я гирьку. Открыл дверцу пошире. Толстяк откинулся на спинку. Сиденье похрапывает, будто у жены под боком. Ну, я его тюкнул гирькой в левый висок. Он и голову уронил. Для верности я его еще раз тюкнул. Но убивать до смерти не захотел. Мне его живого надо было доставить. Он нашим должен был много кое-чего порассказать. Вынул я у него из кобуры парабелум. Сунул себе в карман. Монтировку вбил за спину заднего сиденья. Телефонный провод накинул на шею майору и завязал глухим узлом на монтировке. Это чтобы он не свалился на бок. Не упал при быстрой езде. Скоренько напялил на себя мундир, пилотку. Ну и погнал машину прямиком туда, где земля гудит, где бой идет. Немецкий передний край проскакал между двух дзотов. Из блиндажа автоматчики выскочили. Я нарочно сбавил ход, чтобы они видели, что майор едет. Но они крик подняли. Руками махают, мол, туда ехать нельзя. А я будто не понимаю. Подкинул газку и пошел на все восемьдесят. Пока они опомнились и начали бить из пулеметов по машине, а я уже на ничейной земле между воронками петляю. Не хуже зайца. Тут немцы сзади бьют, а тут свои очертели. Из автоматов мне навстречу строчат. В четырех местах ветровое стекло пробили, радиатор пропороли пулями. Но вот уже лесок за озером. Наши бегут к машине. А я вскочил в этот лесок, дверцу открыл, упал на землю и целую ее. Дышать мне нечем. Молодой парнишка, на гимнастерке у него защитные погоны, каких я еще в глаза не видал, первым подбегает ко мне, зубы скалит. Ага, чертов фриц, заблудился. Рванул я с себя немецкий мундир, пилотку, под ноги кинул и говорю ему, «Милый ты мой, губа шлеп, сынок дорогой, какой же я тебе фриц, когда я природный воронежец? В плену я был, понятно, а сейчас отвяжите этого Борова, какой в машине сидит, возьмите его портфель и ведите меня к вашему командиру». Сдал я им пистолет и пошел из рук в руки. А к вечеру очутился уже у полковника командира дивизии. К этому времени меня и накормили, и в банк сводили, и допросили, и омундирование выдали. Так что явился я в блиндаж к полковнику, как и полагается, душой и телом чистой и в полной форме. Полковник встал из-за стола, пошел мне навстречу, при всех офицерах обнял и говорит, «Спасибо тебе, солдат, за дорогой гостиниц, какой привез от немцев. Твой майор с его портфелем нам дороже двадцати языков. Буду ходатайствовать перед командованием о представлении тебя к правительственной награде». А я от этих слов его, от ласки, сильно волнуюсь, губы дрожат, не повинуется, только и мог из себя выдавить. «Прошу, товарищ полковник, зачислить меня в стрелковую часть». Но полковник засмеялся, похлопал меня по плечу, «Какой из тебя вояка, если ты на ногах еле держишься? Сегодня же отправлю тебя в госпиталь. Подлечат тебя, подкормят. После этого домой к семье на месяц в отпуск съездишь. А когда вернешься к нам, посмотрим, куда тебя определять». «И полковник, и все офицеры, какие у него в блиндаже были, душевно попрощались со мною за руку, и я вышел окончательно разволнованный, потому что за два года отвык от человеческого обращения. И заметь, браток, что еще долго я, так долго с начальством приходилось говорить, по привычке невольно голову в плечи втягивал. Вроде боялся, что ли, как бы меня не ударили. Вот как образовали нас в фашистском лагере. Из госпиталя сразу же написал Ирине письмо. Описал все коротко. Как был в плену, как бежал вместе с немецким майором. И, скажи на милость, откуда эта детская похвальба у меня взялась? Не утерпел таки. Сообщил, что полковник обещал меня к награде представить. Две недели спал и ел. Кормили помалу, но часто. Иначе, если бы давали еды в волю, я бы мог загнуться. Так доктор сказал. Набрался селенок вполне. А через две недели куска в роду взять не мог. Ответа из дома нет. И я, признаться, затасковал. Еда и на ум не идет. Сон от меня бежит. Всякие дурные мыслишки в голову лезут. На третьей неделе получаю письмо из Воронежа. Но пишет не Ирина, а сосед мой, столер Иван Тимофеевич. Не дай бог никому таких писем получать. Сообщает он, что еще в июне 42-го года немцы бомбили авиазавод, и одна тяжелая бомба попала прямо в мою хотенку. Ирина и дочери как раз дома были. Ну, пишет, что не нашли от них и следа. А на месте хаты глубокая яма. Не дочитал я в тот раз письмо до конца. В глазах потемнело, сердце сжалось в комок и никак не разжимается. Прилег я на койку, немного отнижался, дочитал. Пишет сосед, что Анатолий во время бомбежки был в городе, вечером вернулся в поселок, посмотрел на яму и в ночь опять ушел в город. Перед уходом сказал соседу, что будет проситься добровольцем на фронт. Вот и все. Когда сердце развезлось и в ушах зашумела кровь, я вспомнил, как тяжело рассталась со мной моя Ирина. Значит, еще тогда подсказывало ей бабье сердце, что больше не увидимся мы с ней на этом свете. А я ее тогда оттолкнул. Была семья, свой дом. Все это лепилось годами. И все рухнуло в единый миг. Остался я один, думаю. Да еще уже не приснилась мне эта нескладная жизнь. А ведь в плену я почти каждую ночь про себя, конечно, и с Ириной, и с детишками разговаривал, подбадривал их. Дескать, я вернусь, мои родные, не горюйте обо мне. Я крепкий, я выживу, и опять мы будем все вместе. Значит, я два года с мертвыми разговаривал. Рассказчик на минуту умолк, а потом сказал уже иным, и прерывистым, и тихим голосом. Давай, браток, перекурим. А то меня что-то удушье давит. Мы закурили. В залитом полой водой лесу звонко выстукивал дятел. Все так же лениво шевелил сухие сережки на ольхе теплый ветер. Все так же, словно под тугими белыми парусами, проплывали в вышней синеве облака. Но уже иным показался мне в эти минуты скорбного молчания безбрежный мир, готовящийся к великим свершениям весны, к вечному утверждению живого в жизни. Молчать было тяжело. И я спросил, что же дальше? Дальше-то? Нехотя отозвался рассказчик. Дальше получил я от полковника месячный отпуск. Через неделю был в Воронеже. Пешком дотопал до места, где когда-то семейство жил. Глубокая воронка. Налита ржавой водой. Кругом бурьян по пояс. Глушь, тишина, кладбищенская. Ох, и тяжело же было мне, браток. Постоял, поскорбел душою и опять пошел на вокзал. И часу остаться там не мог. В этот же день уехал обратно в дивизию. Но месяца через три и мне блеснула радость. Как солнышко из-за тучи. Нашелся Анатолий. Прислал письмо мне на фронт. Видать, с другого фронта. Адрес мой узнал от соседа, Ивана Тимофеевича. Оказывается, попал он поначалу в артиллерийское училище. Там-то и пригодились его таланты к математике. Через год с отличием закончил училище. Пошел на фронт. И вот уже пишет, что получил звание капитана. Командует батареей. Сорока пяток. Имеет шесть орденов и медали. Словом, обштопал родителя со всех концов. И опять я возгордился ему. Ох, как ужасно. Как ни крути. А мой родной сын. Капитан и командир батареи. Это не шутка. Да еще при таких орденах. Это ничего, что отец его на студобекере снаряды возит и прочее военное имущество. Отцово дело отжито. А у него, у капитана. Все впереди. И начались у меня по ночам стариковские мечтания. Как война кончится. Как я сына женю. И сам при молодых жить буду. Плотничать. И внучать. Внучать нянчить. Словом, всякая такая стариковская штука ерунда. Но и тут получилась у меня полная осечка. Зимой у нас наступали мы без передышки. И особо часто писать друг другу нам было некогда. А к концу войны, уже возле Берлина, утром послал Анатолию письмо. А на другой день получил ответ. И тут я понял, что подошли мы с сыном к германской столице разными путями. Но находимся один от другого поблизости. Жду, не дождусь, прямо-таки не чаю, когда мы с ним свидимся. Ну и свиделись. Аккурат 9 мая, утром, в День Победы. Убил моего Анатолия немецкий снайпер. Во второй половине дня вызывает меня командир роты. Гляжу, сидит у него незнакомый мне подполковник. Я вошел в комнату. И он встал, как перед старшим, по званию. Командир моей роты говорит. К тебе, Соколов. А сам к окну отвернулся. Пронизало меня будто электрическим током. Потому что почуял я недоброе. Подполковник подошел ко мне и тихо говорит. Мужайся, отец. Твой сын, капитан Соколов, убит сегодня на батарее. Пойдем со мной. Качнулся я. Но на ногах устоял. Теперь и то, как сквозь сон вспоминаю, как ехал вместе с подполковником на большой машине, как пробирались по заваренным обломками улицам. Туман, напомню, солдатский строй. И обитый красным бархатом гроб. А Анатолия, Анатолия, я вижу вот как. Тебя, браток, точно так же. Подошел я к гробу. Мой сын лежит в нем. И не мой. Мой. Это всегда улыбчивый, узкоплечий мальчишка с острым кадыком на худой шее. А тут лежит молодой, плечистый, красивый мужчина, глаза полуприкрыты. Будто смотрит он куда-то мимо меня в неизвестную мне далекую даль. Только в уголках губ так навеки и осталась смешинка прежнего сынишки. Только, какого я когда-то знал. Поцеловал я его и отошел в сторону. Подполковник речь сказал. Товарищи друзья моего Анатолия слезы вытирают. А мои невыполканные слезы, видно, на сердце засохли. Может поэтому оно так и болит. Похоронил я в чужой немецкой земле последнюю свою радость и надежду. Ударила батарея моего сына. Провожая своего командира в далекий путь. И словно что-то во мне оборвалось. Приехал я в свою часть. Сам не свой. Но тут скорости меня демобилизовали. Куда идти? Неужто Воронеж? Ни за что. Вспомнил, что в Урюпинске живет мой дружок. Демобилизованный еще зимой по ранению. Он когда-то приглашал меня к себе. Вспомнил и поехал в Урюпинск. Приятель мой и жена его были бездетные. Жили в собственном домике на краю города. Он хотя и имел инвалидность, но работал шофером. Во второте устроился и я туда же. Поселился у приятеля. Приютили они меня. Разные грузы перебрасывали мы в районы осенью. Переключились на вывозку хлеба. В это время я и познакомился с моим новым сынком. Вот с этим, какой в песке играется. Из рейса, бывало, вернешься в город. Понятно. Первым делом в чайную перехватить чего-нибудь. Ну, конечно, и сто грамм выпить. С устатку. К этому вредному делу, надо сказать, я уже пристрастился как следует. И вот один раз вижу возле чайной этого парнишку. На другой день опять вижу. Это такие маленькие оборвыш. Личико все в арбузном соку, покрытом пылью. Грязный, как прах, не чесанный. А глазенки, как звездочки ночью после дождя. И до того он мне полюбился, что я уже чудное дело начал скучать по нем. Спешу из рейса поскорее его увидать. Около чайной он и кормится. Кто что даст. На четвертый день, прямо из совхоза, груженный хлебом, подворачиваю к чайной. Парнишка мой там сидит на крыльце. Ножонками болтает. И по всему, видать, голодный. Высунулся я в окошко. Кричу ему. Эй, Ванюшка, садись скорее на машину. Прокачу на элеватор. А оттуда вернемся сюда. Пообедаем. Он от моего окрика вздрогнул, соскочил с крыльца, на подножку вскарабкался и тихо так говорит. А вы откуда знаете, дядя, что меня Ваней зовут? И глазенки широко раскрыл. Ждет, что я ему отвечу. Ну, я ему говорю, что я, мол, человек бывалый и все знаю. Зашел он с правой стороны. Я дверцу открыл, посадил его рядом с собой. Поехали. Шустро такой парнишка. А вдруг что-то притих. Задумался и нет-нет. Да и взглянет на меня из-под длинных своих загнутых кверху ресниц. Вздохнет. Такая мелкая птаха. А уже научилась вздыхать. Его ли это дело? Спрашиваю. Где же твой отец, Ваня? Шепчет. Погиб на фронте. А мама? Маму бомбой убила в поезде. Когда мы уехали? А откуда вы уехали? Не знаю. Не помню. И никого у тебя тут нет родных? Никого. Где же ты ночуешь? А где придется? Ой, закипела тут во мне горючая слеза. И сразу я решил не бывать тому, чтобы нам порознь пропадать. Возьми его к себе в детям. И сразу у меня на душе стало легко и как-то светло. Наклонился я к нему. Тихонько спрашиваю. Ванюшка, а ты знаешь, кто я такой? Он и спросил. Как выдохнул. Кто? Я ему и говорю так же тихо. Я твой отец. Боже мой. Что тут произошло? Кинулся он ко мне на шею. Целует в щеки, в губы, в лоб. А сам, как свиристель, так звонко и тоненько кричит, что даже в кабине глушно. Папка, родненький. Я знал. Я знал, что ты меня найдешь. Все равно найдешь. Я так долго ждал, когда ты меня найдешь. Прижался ко мне и весь дрожит, будто травинка под ветром, а у меня в глазах туман. И тоже всего дрожь бьет и руки трясутся. Как я тогда руля не упустил? Диву можно даваться. Но в кювет все же нечаянно съехал. Заглушил мотор. Пока туман в глазах не прошел, побоялся ехать, как бы на кого не наскочить. Постоял так минут пять. А сынок мой все жмется ко мне изо всех силенок. Молчит, сдракивает. Обнял я его правой рукой, потихоньку прижал к себе, а левый развернул машину, поехал обратно на свою квартиру. Какой уж там элеватор, когда мне до элеватора было ехать. Не до элеватора. Бросил машину возле ворот, нового своего сынишку взял на руки, несу в дом. А он как обвел мою шею ручонком, своими маленькими ручками, так и не оторвался бы до самого места. Прижался своей щекой к моей небритой щеке, как прилип. Так я его и внес. Хозяин и хозяйка в аккурат дома были. Вошел я, моргаю им обоими глазами. Бодро так говорю. Вот я и нашел своего Ванюша, сыночка своего. Принимайте нас, добрые люди. Они, оба мои бездетные, сразу сообразили, в чем дело. Засуетились, забегали, а я никак сына от себя не оторву. Но кое-как уговорил. Помыл ему руки с мылом, посадил за стол. Хозяйка щей ему в тарелку налила. Да как глянула, с какой жадностью он ест. Так и залилась слезами. Стоит у печки, плачет. Ванюшка мой увидал, что она плачет. Подбежал к ней, дергает ее за подол и говорит, тетя, зачем вы плачете? Папа нашел меня возле чайной. Тут всем радоваться надо. А вы плачете. А то и, подай бог, она еще пуще разливается, прямо-таки размокла вся. После обеда повел я его в парикмахерскую. Постриг. А дома сам искупал в корыте. Завернул в чистую простыню. Обнял он меня. И так на руках моих и уснул. Осторожно положил я его на кровать. Поехал на элеватор. Сгрузил хлеб. Машину отогнал на стоянку и бегом по магазинам. Купил ему штанишки суконные, рубашку, сандалии, картуз из мочалки. Конечно, все это оказалось и не по росту, и качеством никуда не годное. За штанишки меня хозяйка даже разругала. Ты, говорит, с ума спятил, что ли, в такую жару одевать дитя в суконные штаны. И моментально швейную машинку на стол порылась в сундуке, а через час моему ванюшке уже сатиновые трусики были готовы и беленькая рубашонка с короткими рукавами. Спать я лег вместе с ним и в первый раз за долгое время уснул спокойно. Однако ночью раза четыре вставал, проснусь, а он у меня под мышкой приютился, как воробей. Тихонько посапывает, и до того мне становится радостно на душе, что и словами не скажешь, норовишь не шерохнуться, чтобы не разбудить его, но все-таки не утерпишь, потихоньку встанешь, зажжешь спичку и любуешься на него. Перед рассветом проснулся, не пойму, с чего мне так душно стало. А это сынок мой вылез из-за простыни и поперек меня улегся, раскинул и ножонки, и ручонки, и горлом ко мне придвинулся и беспокойно с ним спать. А вот привык. Скучно мне без него. Ночью то погладишь его сонного, то волосенки на вихрах понюхаешь, и сердце отходит, становится мягко как-то. А то ведь он у меня, сердце-то закаменело, от горя стало каменным. Первое время он со мной, на машине в рейсы ездил. Потом понял я, что так не годится. А одному мне, что это надо, краешку хлеба и луковицу с солью. Вот и сыт солдат на целый день, а с ним дело другое. То молока ему надо добыть, то яичко сварить. Опять же, без горячего ему никак нельзя. Но дело-то не ждет. Собрался с духом, оставил его на попечении хозяйки. Так он до вечера слезы точил, а вечером удрал на элеватор. Встречать меня. До поздней ночи ожидал там. Да. Трудно мне с ним было на первых порах. Один раз легли спать, еще засветло. Днем наморился я очень. И он то всегда щебечет, как воробышек, а то что-то примолчался. Спрашивают. Ты о чем думаешь, сынок? А он меня спрашивает. Сам в потолок смотрит. Папка, ты куда свое кожаное пальто делал? В жизни у меня никогда не было кожаного пальто. Пришлось изворачиваться. Воронеже осталось, говорю ему. А почему ты меня так долго искал? Отвечаю ему. Я тебя, сынок, и в Германии искал, и в Польше, и всю Белоруссию прошел, и проехал. А ты в Орюпинске оказался. А Орюпинск, это ближе к Германии. А до Польши далеко от нашего дома. Так и болтаем с ним перед сном. А ты думаешь, браток, про кожаное пальто он зря спросил? Нет. Все это неспроста. Значит, когда-то отец его настоящий носил такое пальто. Вот ему и запомнилось. Ведь детская память, как летняя зорница, вспыхнет. На коротке осветит все и потухнет. Так и у него память, вроде зорницы, проблесками работает. Может, и жили бы мы с ним еще с годик в Орюпинске, но в ноябре случился со мной грех. Ехал по грязи, в одном хуторе машину мою занесло, а тут корова подвернулась. Я избил ее с ног. Ну, известное дело, бабы крик подняли, народ сбежался, и автоинспектор тут как тут. отобрал у меня шоферскую книжку, как я не просил, его отобрал. Корова поднялась, хвост задрала и пошла скакать по переулкам, а я книжку потерял. лишился, зиму проработал плотником, а потом списался с одним приятелем, тоже сослуживцем. Он в нашей области, в Кошарском районе, работает шофером. И тот пригласил меня к себе. Пишет, что, мол, поработаешь полгода по плотницкой части, а там, в нашей области, выдадут тебе новую книжку. Вот мы с сынком и командируемся в Кошары походным порядком. Да, оно, как тебе сказать, и не случись у меня этой аварии с коровой, я все равно поддался бы из Улюпинска. Тоска мне не дает в одном месте долго засиживаться. Вот уже, когда Ванюшка-то мой подрастет и придется определять его в школу, тогда, может, я и угомонюсь, а сяду на одном месте. А сейчас пока шагаем с ним по русской земле. «Тяжело ему идти-то», сказал я. «Так он вовсе мало на своих ногах идет, все больше на мне идет, посажу его на плечи и несу, а захочет промяться, слезает с меня и бегает сбоку дороги, сбрыкивает, как козлик, ногами». «Все это, браток, ничего бы, как-нибудь мы с ним прожили бы. Да вот сердце у меня раскачалось, поршня надо менять, иной раз так схватит, прижмет, что белый свет в глазах меркнет. Боюсь, что когда-нибудь во сне помру и напугаю своего сынишку. А тут еще одна беда. Почти каждую ночь своих покойников дорогих во сне вижу. И все больше так, что я за колючей проволокой, а они на воле, по другую сторону. разговариваю обо всем с Ириной, с детишками, но только хочу проволоку руками раздвинуть, они уходят от меня, будто тают на глазах. И вот удивительное дело. Днем я всегда крепко себя держу. Из меня ни оха, ни вздоха не выжмешь. А ночью проснусь, и вся подушка мокрая от слез. В лесу послышался голос моего товарища, плеск весла по воде. Чужой, но ставший мне близким человек поднялся, протянул большую, твердую, как дерево, руку. Прощай, браток, счастливо тебе, и тебе счастливо добраться до кошар. Благодарствую. Эй, сынок, пойдем к лодке. Продолжение следует...